Не услышали последнего звонка, не получили выпускного альбома и не встретили рассвет вместе. Война разрушила мечты и планы украинских выпускников. Многие из них, спасаясь от российских обстрелов, были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы Украины или за границу и уже там продолжить обучение. Сегодня наши выпускники не отримали того останнего звонка, на который мы сподевались. Они готовили киевский вальс, они готовили песни батькам, готовили приветствия для учителей. Мы готовились также для них. Трагическую дату 24 февраля 2022 года хорошо запомнят на всю жизнь и дети, и учителя. В этот день в школе еще проводились дистанционно уроки. Затем, когда объявили о начале войны, все были растеряны и шокированы происходящим. Российские оккупанты начали бомбить украинские города и села. Увиденное пугало и не укладывалось в голове, рассказывают выпускники. Моя 24 лютого началась с того, что я делала плани, как я буду готовиться к дополнительным, как я пойду в школу на наши уроки. А потом я узналася, что на нашу страну напали. И напали не только один регион, а на безлече. Отправляли ракеты и на западные регионы Украины. Можно сказать, что это было очень страшно. 24 лютого я прокинулась от выбухов, разбудила мати, сказала, ну все, нас война. Потом я помню, как я прокидаюсь, и тут резкий выбух, и прям вижу, как напротив моего векна дом из Лобановского, прям в щепки просто. Это было очень страшно. Те разрушения и ужасы войны, которые увидели дети, не могли никого оставить равнодушным. Так родилась инициатива отказаться от выпускного вечера и перечислить деньги на нужды украинской армии. Ребята 11-го А-класса собрали 20 тысяч гривен. Нас победить невозможно, говорят дети. Сейчас в стране идет война, поэтому мы решили, что выпускного не будем святкувать и эти деньги передаем на помощь Збройным силам. И поэтому мы выбрали фонд «Повернись живым». Ну, чтобы это как символично, чтобы все наши защитники и защитники повернулись до нас живыми. Поэтому так. Мы верим в победу наших воинов и с радостью их поддержали. Мне не шкода, что выпускного не будет, потому что лучше победа, чем какое-то святое. Сейчас ребята планируют поступать в высшие учебные заведения. Марина хочет стать дизайнером, а Дарья мечтает связать свою жизнь с медиа и параллельно поступить на исторический факультет. Мне это нравится, всегда понравилось. Я не знаю, мне просто в кайф. Это мое. Я чувствую себя как в своем средове. В июле выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест в онлайн-режиме. Он состоит из трех блоков – украинский язык, математика и история Украины. Таким образом, несмотря на войну, государство дало возможность ребятам закончить образование и получить аттестаты. Наши дети, мы и мы пишем, потому что они выхованы именно теми украинцами, которые мы видим их сегодня. Они сделали свой вклад именно в победу, потому что самое основное для них сегодня первое желание – чтобы мы были вольными, чтобы наше ЗСУ нас защищало. Слава Украине! Героям слава! Несмотря на сложное время и сильные переживания, ребята не разучились радоваться. Они поют песни об Украине и мечтают о скорейшем окончании войны. Хочется верить, что их будущее будет светлым и мирным. Они смогут выбрать профессию по душе и обязательно встретятся, чтобы отпраздновать свой выпускной и победу Украины.